Привет, меня зовут Сымар, и сейчас я буду смотреть чудо-женщину, а вам предлагаю посмотреть новую видяшку. В ней будет Самарканд, много Самарканда, очень-очень-очень много Самарканда. Сегодня 1 июня, день защиты детей, первый день лета, а я даже не успел толку поснимать, потому что только мы вышли с Ташкента, и все завердя. Мы шли по трассе, нам остановились машины, мы говорили, салам алейкум, нас подвозили, так мы отъехали немножко от Ташкента, потом ускорбовал дядя, который накормил местным кисломолочным блюдом, дал мне футболку, тапки, и в итоге посадил нас на автобус и еще дал свою пачку денег. Спасибо, дядя, я не знаю, как тебя зовут, я не знаю, с кого ты города, я знаю, что ты очень клевый человек, ты просто выручил своих украинских путешественников, а сейчас я сижу в городе своей мечты, в городе Самарканде, на Бибиханун и наблюдаю просто невероятную красоту. Афрам сливается с фоном. Сбылась мечта идиота. Слышь, слышь, что-то офигенное чириканье. Центр Самарканда, оживленное автомобильное движение, современные дома, дедушка на Ишачке едет по дороге. А еще Самарканд явно пытается реагироваться на Америку или Европу, я уж не знаю, но такого количества Бургер Кингов, КФЦ, надписей Кока-Кола и Пепси я не видел даже в родном Харькове, честно говоря. Вот такой лепешечкой сегодня угостил нас дядя водитель, который посадил на автобус. А вот такой черешни нас угостили уже здесь. И нам объяснили, что мы неправильно ходили. Мы ходили по новой части, а нужно ходить по старой части. Нам объяснили, когда ехать до старой части, и завтра мы туда поедем, и будем уже ходить по старому историческому Самарканду. Я думаю, это будет гораздо интереснее, чем магазины с Кока-Колой и Бургер Хинги. Вот так выглядит утро обычного самарканского фрилансера. Правда, интернета здесь нет, здесь с ним и во всем Узбекистане проблемы. Но я заблаговременно накачал информацию в Ташкенте, поэтому могу работать оффлайн. А вот где-то там есть супермарк, где можно выкинуть Wi-Fi и скинуть работу. А пока работа, чай, лепешки, Самарканд. Сзади меня стоит Мирзол Лукбек, великий астроном и ученый Узбекистана. Впереди его обсерватория, и мы, наконец, идем гулять по старому городу. В новых тапках, кстати. Здесь везде очень пустынно, кроме таких долбанулых туристов, как мы. Почти никто не ходит, потому что, во-первых, жара. Ну, хотя местные говорят, что прохладненько сегодня, плюс 38. И, во-вторых, рамазан, пост, поэтому днем народ на улицах очень мало. В кафе почти никого нет, вообще нигде почти никого нет. Я бы не встал, что это минус. Жарко. Счастье есть, источник с водой. Тутовник, он шелковица, он же из Подонбасски Тютина. Здесь вот добра навалом, оно уже очень спелое. И мы, как, я не знаю, горные козочки, идем это все обдираем. Я, конечно, для фото попозировал смурс на лицо на верблюде, но он, зараза, горячий. Если узнать тропы для местных, можно пройти на ногу, куда так и прошли в комплекс рухи Зинду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я нашел его, старый город, старые дома, старые мавзолеи, старый Самарканд. Продолжение следует... 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 Великий квест найти в Самарканде, как ни странно, плов, они здесь настолько ударились в бургеркинги, кока-колы и маркет пепси, что найти национальную еду здесь можно только где-то на окраинах, на авторынках, на барахолках, и то сложно, и то нужно ехать утром, потому что после обеда уже нигде нету. Я никогда не думал, что будет такой квест найти в Самарканде, в древнем городе Узбекистана национальную узбекскую еду, пепси-кола захватил в Узбекистанах. Я дико извиняюсь за то, что я неотесанный северный варвар, по ошибке вчера назвал Табиханумом Регистан. На самом деле это Регистан, центр города, Бибиханум будет дальше. Ну вот это вот не менее красиво, то что Регистан не Бибиханум. А вот это уже Бибиханум. Интересно, можно ли сейчас заходить внутрь? Продолжение следует... На самом деле соборная мечеть Бибиханума это вот такие здоровенные ворота. И три небольшие мечети, внутри которых нету ничего. Просто морельный зал, ну красивая инкрустрация, инкрустация купола и стен. Небольшой пятачок бетонного пола, где можно молиться. Зато с размахом сразу видно, что не кто-то там с горы. Жена Тамерлана. Архитектурный комплекс Регистан, медреса Шардор. 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 Первый профит самаркандской торговли выторгивал 3000 сумм с открыточку. Если что, в новом эквиваленте это двадцатка, а в долларовом это меньше доллара. Ну а так-то виды красивые. Мы сегодня весь день гуляли по Самарканду, исходили весь Самарканд, по крайней мере интересная его часть точно, а вечером, когда пришли в гостевой дом, нас угостили в город. Вот таким прекрасным ужином, потому что в Узбекистане здесь особенно остро чувствуется разница между понятиями турист и гостей. То есть, если ты гости, если ты путешественник, тебе всегда помогут, тебя накормят, дадут денег, подвезут. С туристов такое, с туристов можно денег взять, с туристов не страшно, а вот гости здесь, это да. Я начинаю понимать плюсы размещения именно в гостевых домах здесь, в Узбекистане. И все больше начинают снимать фильм с этой страны. Саламу Алейкум. По Самарканду все, если вам все еще мало восточной эзотики, то в следующем видео будет бухара, и там видео будет просто навалом. Поэтому подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, ставьте лайки. И, кстати, чудо-женщина, отличный фильм. Моё инфо на страничке в Фейсбуке, ссылочка в описании. Пока!